МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Делегация Нинецкого округа во главе с губернатором Александром Цибульским вернулась из Великого Новгорода, где на протяжении нескольких дней знакомилась с лучшими практиками в сфере образования, здравоохранения и ЖКХ региона. В поселке Амдрама состоялись досрочные выборы главы муниципалитета. Победу одержала Маргарита Златова, которая заручилась поддержкой 101 избирателя. Лыжники из Нинецкого округа готовятся к первенству России. Уже 5 февраля спортсмены отправляются в Сыктывкар, где пройдут подготовительные сборы. А 19 февраля им предстоит выступить на главных соревнованиях сезона первенства России. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Окружная делегация во главе с губернатором Нинецкого округа Александром Цибульским в минувшие выходные вернулась из столицы Новгородской области. На протяжении нескольких дней представители исполнительных органов региональной и муниципальной власти Заполярья, а также окружные парламентарии, знакомились с лучшими практиками в сфере образования, здравоохранения ЖКХ Великого Новгорода. С подробностями Любовь Пермякова. Допустим, на примере того, у нас котик был. Этот котик разбился на определенные свои, кстати, свои определяет сама программа. То есть мы ее написали, и это уже не программируют. Сами программу это написали, да? Нет, не рассчитывая, но из-за незнания высшей математики мы сами не смогли написать. Все-таки я еще учусь только в начальной школе, вы понимаете. Один из воспитанников детского технопарка «Новгородский кванториум» десятилетний Святослав знакомит губернатора Ненецкого округа со своим уникальным проектом по распознаванию личности. Он создан юным инженером для поиска и помощи в поимке преступника, а также обеспечивает безопасность телефонов и персональных компьютеров. Детско-юношеский кванториум Великого Новгорода работает с 2018 года. Здесь готовят будущих инженеров и IT-специалистов. В общей сложности его учениками стали более полутора тысячи детей и подростков. Работа ведется по нескольким модулям – водный, углубленный и проектный. Обучение проходит по направлениям – гео, биоэнерджи, хай-тек, IT и робо. Создатели этого робота-пожарного – 15-летний Марк Лимов и 12-летний Савелий Рыжков. Над умной машиной ребята трудились три месяца. Мы его создали с той целью, что в последнее время, например, пожары в Сибири и в Австралии, ну и как-то надо было тушить, и вот мы решили как-то помочь этому. Технопарк оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет работать не только с промышленной робототехникой, но и виртуальной реальностью – аддитивными и геоинформационными технологиями, заниматься геноинженерией, альтернативной энергетикой. Планируется, что в 2020 году в Нинском округе также будет создан детский технопарк. Мы сегодня увидели с вами кванториум и понимаем, что это новый формат дополнительного образования. Это та среда, где дети у нас развиваются именно в инженерно-техническом направлении. В рамках реализации национального проекта образования, федерального проекта «Успех каждого ребенка» мы планируем в текущем году запустить такой кванториум и у нас на территории. Выделены федеральные средства на приобретение оборудования. Над этим мы сегодня работаем. Я надеюсь, что в строящемся здании мы все в установленные сроки успеем и в этом году, безусловно, мы запустим. Еще одно учреждение, которое посетила делегация Нинского округа во главе с Александром Цибульским – центр «Мой бизнес», который расположен в самом сердце Великого Новгорода. То есть, по сути, центру всего-навсего два месяца, но нам уже есть чем гордиться. Нам удалось собрать в этом центре на площади 2100 квадратных метров, это один из самых больших центров России, удалось собрать 12 организаций поддержки бизнеса, которые оказывают 180 услуг предпринимателям. Это такая единая площадка, куда предприниматель может прийти и получить всю информацию, все услуги, которые его обычно интересуют, в одном месте. В здании находятся 12 организаций по поддержке предпринимательства. Здесь занимаются поиском и сопровождением инвестиционных проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, в том числе, мы консультируем по мерам государственной поддержки, которые у нас в Новгородской области, подбираем те ниши, в которые можно заходить, подбираем инвестиционные площадки, которые у нас есть, работаем с ресурсоснабжающими организациями, мы являемся неким таким координационным органом, который помогает взаимодействовать как с органами власти, так и с различными фондами, кредитными организациями и так далее. После посещения центра «Мой бизнес» губернатор Ниньского округа Александр Цибульский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин провели рабочую встречу. Позже состоялось совещание по итогам визита делегации. На нем представители органов государственной и муниципальной власти НАУ и принимающей стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере благоустройства, социальной защиты, ЖКХ, поддержки предпринимательства и образования. В рамках исполнения соглашений между двумя субъектами проведена подготовительная работа по профессиональной подготовке специалистов для работы в сфере сельского хозяйства, в частности, в оленеводстве. Первый выпуск состоится в 2021 году. 23 учащихся Елена Анатольевна пообещала, что будут работать над сохранностью контингента, будут выпускаться из техникума. И мы предполагаем, что они придут на профиль технологии организации производства продукции животноводства с модулем современной технологии оленеводства. Для нас это будет крайне востребованно, потому что сегодня, откровенно говоря, компетенции в области оленеводства абсолютно потеря. Сегодня никто специалистов в этой отрасли не готовит. Я даже там говорил публично, что как-то на сельхозе принято, когда мы говорим про оленеводство, как-то так с умылкой об этом говорить. Но вообще-то это такая образующая отрасль, как минимум для пяти-шести субъектов Российской Федерации. И сильно недооценен. Также представители государственного университета готовы организовать работу по приему окружных абитуриентов на обучение в главном вузе Новгорода. Еще один вопрос, который обсудили на встрече, касался здравоохранения. Реабилитационный центр Юрьева, расположенный в области, готов принимать на лечение детей и подростков из Ненецкого округа. Мы отработаем логистику, отработаем все варианты, потому что это, конечно, особенные дети. Им нужно специфическое сопровождение и все остальное. У нас теперь есть такая возможность, поскольку центр заработал полную силу. И вы помните, когда мы начинали в 2017 году, там были серьезные ограничения, меньше половины тогда от возможной мощности его работало. Сейчас такая возможность есть. И, конечно, новгородские дети все будут получать услуги в том объеме, в котором они нужны. Но мы с удовольствием будем и коллег принимать. У нас такое взаимодействие крайне актуально. Я сегодня об этом сказал. Мы сейчас в самые кратчайшие сроки постараемся уже создать правовую базу для этого взаимодействия. У нас действительно особенные детишки есть. И у нас, в силу специфики нашего региона, нашей малочисленности, наверное, возможности и необходимости создавать такой центр у себя сейчас нет. Но мы хотели бы, чтобы наши дети действительно проходили реабилитацию, проходили лечение в самых лучших центрах. Напомню, официальная делегация Ниньско-автономного округа попывала в Новгородской области с двухдневным рабочим визитом. Он носил ответный характер. В августе прошлого года новгородцы посетили Наринмар. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве в социальной, экономической, научной и культурной сферах между двумя регионами. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север», Великий Новгород. В поселке Андерма накануне состоялись досрочные выборы главы муниципалитета. Победу одержала Маргарита Златова. Как сообщает информационное агентство НАУ-24 со ссылкой на секретаря окружного избиркома Людмилу Тоскаеву, на досрочных выборах Златова заручилась поддержкой 101 избирателя. Это порядка 66%. По итогам голосования Златова обогнала двух других кандидатов. Инженера-инспектора МФЦ Виолетту Коннову и финансиста Амдерминской администрации Евгения Рыбалко. Маргарита Златова родилась в 1986 году в Омске. Окончила Омский государственный университет по специальности «Библиотечная и информационная деятельность». Работает ведущим специалистом администрации поселка Амдерма. Напомним, проведение досрочных выборов связано с тем, что в августе 2019 года депутаты поселкового совета приняли решение об отставке главы Александра Куликова. Его полномочия были прекращены в связи с утратой доверия. После этого обязанности главы возложили на депутата Амдерминского постсовета Марину Даничеву. В школах округа стартовали занятия информационной грамотности. Они продлятся с 3 по 16 февраля в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Детей будут обучать работе с персональными помощниками, программами на основе технологий искусственного интеллекта, которые выполняют разнообразные действия по запросу пользователя. Это проект Федерального министерства, который позволяет более детально рассказать нашим детям, нашим школьникам о том, что такое цифровые технологии, насколько они перспективны. И, собственно говоря, что это то будущее, которое неизбежно для нас, для всех. Уроки цифры будут проходить и в уже привычном формате, то есть представители департаментов, профильных учреждений будут посещать наши школы и рассказывать там о современных технологиях, об информационных технологиях. Но непосредственно ракурс в этот раз будет дан на мобильных помощников и, по сути, на вообще тех помощников, которые окружают нас. Это всем известные Алисы, Сири. Добавлю, урок цифры проходит в России второй учебный год подряд. В числе задач проекта – развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. Занятия помогают детям ориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. В Нинецком округе за 2019 год урок цифры охватил более 7 тысяч участников. В Нинецком округе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Притон». Оно продлится до 12 февраля. Стражи порядка призывают жителей региона сообщать о лицах, потребляющих наркотическое средство или психотропные вещества без назначения врача, незаконно приобретающих, хранящих, изготавливающих, осуществляющих сбыт, а также лицах, содержащих притоны для потребления наркотических и психотропных средств. Если потребляют неоднократно в одном и том же адресе, так называемом тождественном адресе, мы будем проводить мероприятия и следственные действия для документирования в отношении хозяина квартиры признаков состава преступления «Притон». На территории, еще раз повторюсь, города и поселка Искатели будет разослана информация в виде листовок, контактных телефонов. Населению можно будет обращаться в полицию о фактах непонятных появлений в подъездах домов лиц в состоянии опьянения. То есть, пускай это будет даже алкогольно, но определить наркотическое тяжело, любая информация будет сразу же незамедлительно проверена. Сообщить о правонарушениях жители региона могут по номеру телефона 8 911 650 57 49, телефону доверия 4 21 52, а также в дежурную часть по телефону 02 или 4 21 26. Анонимность гарантирована. Погладить настоящего северного оленя, отобедать в национальном жилище кочевника в Чуме и прокатиться с ветерком по снежной пустыне. За этой северной романтикой с года в год в Нининский округ отправляются десятки туристов. В одну из таких поездок отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Алины Волчейской. В турне по Малоземельской тундре группа туристов отправляется ранним утром. Впереди около двух часов дороги и встреча с коренными жителями арктической глубинки. Потрогать настоящего северного оленя, полюбоваться снежной пустыней и преодолеть экстремальный маршрут на снегоходе. Именно за этой северной экзотикой в Нининский округ ежегодно ездят десятки туристов. И оно того стоит. Стадо белоснежных хозяев тундры – первая и самая зрелищная часть тура. Сотни сахатых, которые пасутся в естественной среде, буквально завораживают Дениса и Наталью Оренёвых – туристов из Екатеринбурга. В Заполярье семейная пара приехала впервые. Вместо тёплых стран выбрали романтику севера. Велёт нам обошёлся 4000 рублей туда-обратно на двоих. Это очень дёшево, это дешевле, чем куда-либо ещё можно улететь из Екатеринбурга. Проживание, сколько, 2300 в сутки. Это тоже, мне кажется, недорого на двоих. И самая дорогая часть, именно поездка сюда к стаду, она стоит почти 20 тысяч рублей, но оно того стоит прокатиться по тундре, увидеть реальное стадо оленей. Это очень и очень необычно. Обычно мы ездим в тёплые страны, а здесь совсем другие эмоции. Это очень круто. Покормив оленей, туристы отправляются в семейно-родовую общину Сармик. Этакое погружение в быт северных кочевников. Здесь рассказывают о традициях оленеводов и, конечно, предлагают отведать строганину, бульоны-золенины и другие национальные блюда. Безусловно, их мнение абсолютно по-другому начало складываться. О тех людях, которые здесь работают, которые живут, которые живут не именно, например, в большом городе, в такой естественной среде. В какой-то момент они даже говорят, мы позавидовали, что вот здесь душой с природой нет суеты, размеренность. Никто никуда не торопится. Зачем? Для чего? Потому что всё, оно здесь рядом. Ну и, конечно же, их привлёк и заинтересовал быт. Они говорят, безумно сильные духом люди. День из жизни оленеводов – один из самых популярных туров, которые предлагает Центр арктического туризма. Здесь не требуется специальная физическая подготовка, то есть отправиться в настоящие чумы посмотреть оленей могут даже дети, разумеется, в сопровождении родителей. В стоимость тура входит работа гида, техника и экипировка, а также обед. В этом сезоне у оленеводов уже побывали десятки туристов из разных уголков России и мира. Лыжники из Ненецкого округа готовятся к первенству России. Уже 5 февраля спортсмены отправятся в Сыктывкар, где пройдут подготовительные сборы. А 19 февраля им предстоит выступить на главных соревнованиях сезона – первенстве России. По мнению тренеров, у наших спортсменов есть шансы заявить о себе. Кроме того, Виталий Потуткин и Карина Чепсанова представят Ненецкий округ на финальной спартакиаде в Красноярске. О том, как готовят лыжников в Ненецком округе в материале Ольги Русул. Задача на тренировку состоит из следующего. Первый клуб считается как разминочный. Дальше по дистанции идем с одной палкой. На улице слегка за 20. Впрочем, в лесу, где расположена лыжероллерная трасса, основная база для спортивных тренировок, мороз почти не ощутим. Ну, мороз потеплеен в детстве и хорошо. Мороз – самая лучшая тренировка. Да, почему? Потому что ты и себе вырабатываешь качества такие, что ты трудишься больше на морозе, и потом это тебе пригодится на соревнованиях. Вячеслав Артеев серьезно занялся лыжами во втором классе. Сейчас, к 16 годам, достиг хороших результатов. На первенстве федерального округа, которая состоялась в конце января в Малиновке, получил звание кандидата в мастера спорта. Его товарищ Эдуард Вишняков – тоже сильный спортсмен. На первенстве Республики Коми он стал вторым, на несколько секунд отстав от лидера. Меня записала мама на секцию, я не выбирал. Я вот просто, ну, помню то, что сидел дома, и меня просто мама забрала и привела на стадион. И у нас уже сразу была первая тренировка – это кросс по стадиону. Вскоре Вячеславу Эдуарду предстоит выступать за нянецкий округ на всероссийских соревнованиях в Заинске. А у этих юных лыжниц большие победы еще впереди. А пока – усиленные тренировки. Я пришла на Лыжную Россию и потом решила записаться на секцию. С детства ходила с папой кататься на трассу, и мне очень понравилось. Мне стало проявляться к этому интересу. Меня записали родители в первом классе на лыжную секцию. Лыжный спорт легким не назовешь. Любую погоду, за исключением совсем уж сильных морозов и ветров, спортсмены выходят на лыжню. Тренировки проходят ежедневно. Укрепляешь свое здоровье, для своего развития – это также полезно. И становишься сильнее. В школе Олимпийского резерва «Труд» более 20 школьников посещают лыжную секцию. В основном тренировки проходят совместно с воспитанниками детско-юношеского центра «Лидер». Тогда на лыжню для подготовки выходит порядка 50 человек. Всего же, если учитывать самых маленьких лыжников, в Ненецком округе около 200 детей занимаются лыжным спортом. «Чтобы подготовить одного спортсмена полностью, от откатки до подготовки к самим соревнованиям, это занимает от 2 до 2,5 тысяч рублей. То есть у нас спортсменов 18 на сбор, это каждого подготовить, это тоже достаточно весомые такие суммы выходит. А самое главное, что сейчас по сборам таких проблем не возникает. Если нужно куда-то ехать без проблем, оплачивают, все здорово». Тренеры отмечают, в последнее время на спортсменов-лыжников в регионе обратили внимание. Поддержка ощутима и на пользу. Ведь Ненецкий округ уже прославил лыжник Александр Терентьев. Вырастить еще и ни одного в регионе совсем не проблема. Тем более, что кандидаты есть. Главное – поддержка. «Нужно увеличивать количество начальной подготовки детей, чтобы от самых маленьких до самых больших у них был стимул заниматься. Так как у нас самые большие ездят, показывают результаты, и чтоб маленькие на них также смотрели. И затем это получается, что такой стимул у них, идет борьба между собой, и в итоге такая конкурентная борьба показывает хорошие результаты». 5 февраля спортсмены отправятся на спортивные сборы в Сыктывкар. Это подготовительный этап перед первенством России. Тренеры, уверены, наши лыжники смогут серьезно заявить о себе. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.